О том, что здесь может находиться казино, многие не узнали бы, если бы не история жителя Наукатского района. Его сын приходил в это заведение часто. Настолько часто, что успел проиграть имущество на сумму 6,5 миллионов сомов. При этом мужчина до сих пор помнит, за каким столом сидел, как играл. В казино заглядывал периодически, в течение нескольких лет. Для отца все эти годы не прошли незаметно. Сначала он проиграл трехкомнатную квартиру в Аше, затем три портера и другие автомобили. Мой сын работает, но все заработанные деньги тратит здесь. Мы с женой пенсионеры. Мать его болеет, даже на лекарства денег нет. А тем временем он все заработанные деньги проиграл. Более того, вчера проиграл, оказывается, портер, который взял в аренду. Еще проиграл 350 тысяч сомов. Что можно сделать, я уже не знаю. Несмотря на запрет, подпольные казино продолжают работать, рассказывает Алиев. Не раз он обращался в милицию с просьбой принять меры, но результатов не было. С последней надеждой отец игромана обратился к журналистам, когда последние пришли на место, указанные отцом, проверить информацию. На них напали охранники заведения. Гостиница «Делекс» по неофициальным данным принадлежит Мукану Алакулову. В 90-е годы он был мэром города Ош и дважды депутатом Джигурку Кенеша. Алакулов и сам не отрицал, что в свое время гостиница «Делекс» принадлежала ему. По его словам, сейчас это здание принадлежит дочери. Про меня в интернете пишут, что я являюсь владельцем еще одной гостиницы по адресу проспект Масалиева, 87. Там даже говорят, есть притон. Это неправда. Я не имею к нему отношения. А по поводу «Делекс» он принадлежит моей дочери. По этому поводу мне тоже сказать нечего. Мукан Алакулов – личность в городе Ош довольно известная. Знают его не только по гостинице «Делекс». Он также в списке 16 человек, которые претендуют на титул почетных граждан города Ош. Правда, после того, как произошел скандал с гостиницей «Делекс», его кандидатуру в городском Кенеше решили пересмотреть. Алакулов является владельцем гостиницы, где расположено казино. Поэтому я считаю, что он не имеет морального права быть почетным гражданином нашего города. На сессии я выступил с инициативой пересмотреть кандидатуру каждого номинирующего. На прошлом заседании выборы не состоялись. После того инцидента в городе Ош, похоже, пошла некая активизация. Депутаты стали обсуждать этот вопрос на заседаниях. Без внимания этот вопрос не оставил и мэр Южной столицы. Талабих Сарбашев дал задание соответствующим органам проверить все подозрительные заведения. На самом деле очень тяжело бороться с подпольными заведениями, такими как казино, где играют в азартные игры. По моей информации, милиция прикрывает деятельность подпольных казино в городе. Они, как оказалось, сами их учат, как работать. Предлагают взять заключение экспертизы и дальше спокойно работать. Делают все возможное, чтобы выглядела их деятельность законно. Ведь они могут за один день их закрыть. Почему бы участковому не встать у выхода в подобные заведения и не пускать туда людей? Можно это сделать. Было бы желание. Но милиция этого не делает, так как есть заинтересованность. Я дал задание начальнику УВД уволить участкового по этому району. Сам начальник УВД Марат Самединович обещал уйти, если докажут, что он имеет долю в деятельности игорных заведений. Между тем, по данным милиции ОША, с тех пор, как вышел закон о запрете игорных заведений, только в южной столице были выявлены 8 подпольных казино. Уголовные дела возбудили, но ни одно из них до суда так и не довели. И это заведение не исключение. По гостинице «Делюкс» четыре раза возбуждали уголовное дело. Но согласно экспертиз, заведений в качестве казино признано не было. Мы возбуждали дело и назначили экспертизы. И каждый раз экспертиза доказывала, что это заведение не является казино. И в их деятельности нет ничего незаконного. И более того, после результатов экспертизы, хозяева этих заведений, наоборот, писали заявление в прокуратуру. И в данный момент несколько наших сотрудников дают показания органам прокуратуры. Тем не менее, этот случай еще раз показал, насколько актуальна проблема лудомании в стране. Люди заходят в казино, одурманенные временным выигрышем, проигрывают все до последнего. Так, в 2011 году был принят закон о запрете горной деятельности. Но несмотря на это, в стране появились букмекерские конторы и тотализаторы. Их запретили в 2015 году. Но в Кыргызстане потом появились такие понятия, как моментальная на то электронные ставки. И если их запретили уже в 2017 году, то сейчас открылись предприятия по бинарным опционам, которые работают как казино. Пять таких казино закрыли. Почему все сегодня откупаются? Лицензии были выданы через Минюст. Вы рассмотрите, кто их покровитель. Давайте изучим этот вопрос. Учителя, доценты некоторых университетов выдают заключение, что это не казино. Давайте посмотрим на лица батыров, кто выдал лицензии. Посмотрим в лицо этим госслужащим. Правительство может полностью остановить это. На совбезе данная проблема была рассмотрена. Если ни президента, ни парламент, ни четвертую власть не слушают, то кого будут слушать? Эксперты уже давно ратуют за запрет бинарных опционов в стране. Мало того, что они по сути казино, так еще и в республике образуются внебиржевый рынок. Следовательно, возрастает риск бесконтрольного распространения азартных сделок, не подкрепленных базовым активом. О том, что за ними, как и за всеми заведениями азартных игр стоят влиятельные люди, говорят уже давно. Джоорг Кенеши не исключили, что ими могут быть и сами проверяющие органы. В феврале прошлого года тема игорного бизнеса была поднята на заседании Совета безопасности под председательством главы государства. Вы все знаете, в Бишкеке и Аше продолжают работать казино. Сколько есть казино? Они все работают. Кто стоит за этим? Мы должны действовать. Должна это делать государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями. Но я не вижу их работу. Казино работает, налоги не поступают в бюджет страны. Деньги идут в карман людей, которые стоят за этим бизнесом. Почему казино работает, а закон не работает? Зачем он тогда был принят? Согласно закону, за организацию азартных игр грозит наказание в виде штрафа до 300 тысяч томов или же лишения свободы до 5 лет. А также предусмотрено административное наказание в отношении самих игроков. Но даже риск быть наказанным не пугает тех, кто заинтересован в процветании подпольного игорного бизнеса в стране. В обществе последние годы активно поднимали инициативу и эксперты и парламентарий ужесточить закон. Но насколько это поможет? Ведь официальную деятельность казино и игровые автоматы прекратили, а точку неофициальной деятельности могут поставить правоохранительные органы или финпол. Но пока они не объявят жестокую войну тем, кто получает проценты, а также прикрывает и делает бизнес на слезах проигравших. Ситуация не изменится.